Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, ситуация следующая, я думал, вот, зачитывать текст или нет, но давайте, наверное, все-таки зачитать, чтобы было понятно, о чем идет речь. Смужем в браке 9 лет, имеем ребенка. Несколько дней назад смужем на связь вышла двоюродная сестра по биологическому отцу. Совсем они связь не поддерживают родителей разделить, когда мужем было 3 года. Муж и сестра стали очень тесно общаться по телефону, буквально целыми днями на телефоне или переписываться в соцсетях или мессенджерах. Я готова была с ней познакомиться и пригласить к нам в гости. Муж нажал настаивать, чтобы она приехала обязательно в ночевку. Я была против, объяснив, что этого человека не знаем, и нужно сначала с ней познакомиться, а потом уже оставлять на ночь. Муж на меня очень обиделся, они пообщались в один день, и он оторвинул меня на задний план. Все разговоры только о ней и только с ней. Ну, или только о ней, или только с ней. На следующий день я подошла к нему и поделилась своими чувствами, что мне неприятен. Вот такой формат общения с ней, по сути, она чужой человек. Муж стал ее защищать и сказал, что они, значит, ну, просто общаются. Так, что они просто общаются. Постоянный смс, доброе утро, спокойной ночи. На следующий день меня прямо уже начало трясти от про общение. Мы с мучем очень поругались, я поставила его перед выбором. Либо я, либо она. Я позвонила матери-мужу, рассказала про эту ситуацию. Сукроп позвонила сестре, рассказала, что из-за нее в доме скандалы страны, начала писать моему муже, сбрасывая, что там у него происходит. Но она не попыталась выйти на звезд со мной и подружиться с вами со всеми. Вечером я не вытрачула, решила ей позвонить. Разговор не удался. Разговаривали на повышенных тонях, и она мне сказала, что не будет с ним общаться, только если он ей это скажет. Значит, что у меня случилась истерика, не сказать ничего. Я мужа поставил перед выбором, либо я, либо она, он выбрал меня, но пытался ее защитить. Я ее заблокировал в сетях, всего тела написала от него, что общения с ней больше не будет. Она течет несколько дней мне говорит, что все-таки хочет с ней общаться. Я не знаю, как с ней быть. Я готова была с ней познакомиться, общаться, но не в таком формате общения, как у них. Сейчас я вообще не хочу никакого общения с ней. Когда муж начинает разговор, впадая в истерику, мы еще ездим по командировкам, месяцами не бывая дома, мне хочется его внимания, а он стал уделять время найденной сестре. Помогите, пожалуйста. Я не знаю, как поступить в этой ситуации. Хочу мира в семье, но и общаться с ней я не готова. Ну, что здесь бросается в глаза? Во-первых, бросается в глаза то, что у вас с мужем не налажена коммуникация. Ну, то есть нет доверия, такое ощущение, да? Что между вами и мужем нет доверия. Не доверяйте вы. Такое чувство, что вот друг другу, вот, не налажен контакт между вами, не налажено взаимодействие между вами, как будто бы. И как будто бы есть что-то связанное с подводными камнями в отношениях, потому что, ну, так быстро человек вряд ли бы, во-первых, отодвинул вас, по сути, да, на задний план, как вы говорите. То есть вряд ли бы он, вряд ли бы он так быстро отодвинул бы вас на задний план, это первое. Ну, если бы, если бы я имею в виду, между вами было бы вот все хорошо, да, как минимум. Вот, это первый момент. И второй момент, на мой взгляд, заключается в том, что то, как он на вас обиделся, вот, ну, там, грубо говоря, грубо говоря, сразу, да, вот, такая довольно получилась, как бы, ну, быстро достаточно обида произошла, по-моему, мнению. Вот, это тоже свидетельствует, как бы, о том, что не все между вами гладко, как мне кажется. Вот, поэтому, в первую очередь, ну, да, обратите внимание на эти аспекты. Дальше, дальше идем. Вы производите впечатление человека, ну, вот, к сожалению, в себе достаточно неуверенного. То есть, то, как вы реагируете на обиды мужа, то, как вы ставите его перед выбором, да, то есть, вот, то, как вы старая, ну, вот, таким образом себя ведете. Вот, есть основания, есть все основания полагать, что вы в себе неуверенны. Вот, из-за чего, из-за чего, как бы, ну, проистекает эта неуверенность в себе? Как она появляется, эта неуверенность в себе? Это, вот, как раз, очень интересный, на мой, на мой скромный взгляд, вопрос. Очень интересный, на мой взгляд, этот вопрос, потому что, ну, как бы, вот. Опять на него, он заключается в, на мой взгляд, в том, как вы относитесь к себе. Да, то есть, вот, вы пишете, вот, что вам неприятен такой формат общения, по сути, на чужой человек. То есть, вы здесь, вот, как бы, чувствуете себя, ну, вот, в этом смысле, обделенные, отодвинутые на задний план. При этом, есть, есть, вот, что называется, некоторые подозрения и сомнения в том, насколько вы интересны своему мужу. Да, как бы. То есть, вот, насколько, ну, вот, насколько вы интересны, эм, своему мужу. Насколько у вас активны, эм, активен, эм, с ним, контакт. Вот. И, то, что вы, эм, обращаетесь за помощью к свекрови, эм, и так далее, вот, тоже говорит о том, что личные границы, эм, личные границы у вас, эм, эм, не выстроены. не, выстроены. К сожалению. То есть, эээ, ну, вы прибегаются, эээ, к помощи, эээ, мыслям других людей. Что не есть хорошо, потому что, по сути, вы идете в обход своего мужа. Например, для чего вы, ну, обратились к его маме. Допустим. То есть, скандал-то, получается, произошел не из-за сестры, а из-за того, что вы привлекли маму. В целом, здесь, на мой взгляд, основная проблема того, как вы воспринимаете себя. На мой взгляд, к себе вы относитесь не лучшим образом. На мой взгляд, к себе вы относитесь обесценивающе. На мой взгляд, как бы, внимание мужа, внимание мужа вы решаете свою внутреннюю, свою внутреннюю проблему. Вот, проблема собственной ценности, проблема значимости, возможно. Вот, возможно, что-то еще, что-то еще. Вот, но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Проблематика такая. Дальше. Вы говорите о том, что хотите мир в семье. Интересно, что вас волнует мир в семье, но не личность, как бы. Не личность вашего мужа и не личность ваша. Вы говорите о том, что готовы были познакомиться с ней, но на своих условиях. Речь идет не о том, что вам нужно отказываться от условий своих, а речь идет о том, чтобы адекватно об этом доносить супругу. Вот. А у вас получаются манипуляции. Вот, у вас получаются игры, к сожалению. Вот. И в итоге скандал еще. Вот. Я бы рекомендовал изучить следующие психологические игры. Скандал. Все из-за тебя. И попался негодяй. Все эти игры вы можете найти в интернете, а не в интернете. Вот. Изучите. А после того, как сформируете обратную связь на основании моего ответа, либо ответа коллег, я бы рекомендовал вам выбрать психолога и начать психотерапию. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok